Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала Сады и Цветы! Приглашаю вас прогуляться со мной по моему саду и посмотреть, что сейчас в середине октября еще цветет. Об астре сердцелистной Little Carlo я рассказывал вам в прошлый раз, а сейчас хочу акцентировать внимание на других растениях. Например, горец цяблеобъемлющий September Spires. Вот он сидит перед этой астрой на первом плане. Замечательное совершенно растение. Я знаю только один горец цяблеобъемлющий с таким маджентовым цветом свечек. И это именно September Spires. У него еще очень примечательная листва. Красивая, вытянутая, зеленая сверху и матовая снизу. Так что даже вне цветения он выглядит очень красиво. Буквально только-только зацвел пасконник морщинистый шоколад. Все лето он украшал сад коричнево-шоколадной листвой. А сейчас ближе к цветению она позеленела. Зато появились белые соцветия. Вот сейчас как раз вы их и видите. Они привлекают бабочек. Горячавка еще не зацвела. Только набирают бутоны. Они даже пока зеленые. Зато цветет справа от нее крокус осенний. Можно даже сказать уже отцветает. Да, бывают не только весенние крокусы, но и осенние. И они, конечно, очень украшают сад. Главное посадить их так, чтобы их было видно. Совсем недавно я рассказывал вам о мискантусе каскады. И говорил о том, что скоро его метелки коричневые станут белесыми. Распушатся. Вот этот процесс в самом разгаре. Зато зацвел другой мискантус. Грацелимус. Который зацветает действительно очень поздно. Вот сейчас середина октября. Еще неделю назад он только выдвинул метелки. Они даже не раскрылись. Сейчас уже раскрылись. И они вот такие коричневые. Как примерно полтора месяца назад были у каскады. Не знаю, успеют ли они распушиться до заморозков или нет. Ну вот, мискантус грацелимус цветет. Это для него достаточно редкое событие. Он не всегда успевает зацвести до заморозков. И я его держу в саду, в общем-то, за фонтанообразную форму зеленого куста. Она очень красивая. Про астру новоанглийскую Purple Dome я рассказывал в прошлый раз. Но не могу не показать ее еще раз. Она сейчас на пике цветения. И в этом году цветет очень обильно. Чего она у меня никогда за 10 лет не делала. Действительно, вот так обильно, красиво цветет эта карликовая новоанглийская астра. Она совершенно невысокая. Где-то сантиметров 30-35, максимум 40 высотой. И цвет такой темно-фиолетовый. Очень пронзительный для осени. В наступлении осени в саду видно хотя бы по желтеющей амсуне. Это амсуне иволисная. И вы видите, что ее зеленые совсем недавно листья уже приобрели желтый окрас. А скоро она будет совсем ярко-желтой. Вот такое замечательное растение. Примечательно еще то, что амсуне остается желтой. Даже когда уже все другие листья коричневеют. И весь сад становится таким бежево-коричневым. Но только не амсуне. А здесь сразу 4 интересных растения в саплодиях. На которые я хочу обратить внимание. Первый это клопогон Джеймс Комптон. Посмотрите, какие у него интересные саплодия. Форма очень красивая. Второе растение это веник коротковолосистый. Он потихонечку начал оранжеветь уже. А саплодия стали не такие пушистые, более жесткие и стали сжиматься. Это характерно для веника коротковолосистого в это время года. Третье растение это пасконник Ризенширм. Вот такие у него пушистые саплодия. Ни разу он у меня самосева не давал, что очень приятно. Так что эти бежевые белесые облака будут украшать сад еще долго. Ну и четвертое растение саплодиями это клематис борщевика лисный. Кот да азур. Вот такие ниточки кружева его саплодий. Очень интересные. Еще одна окраска осени спирея японская форма крупнолистная. Вот такая у нее окраска будет скоро целиком на кусте. Сейчас начала проявляться только на отдельных ветках. Красная. Керенгышево мудло не видно уже практически отцвела. И сейчас показывает саплодия интересной формы. Вот с такими длинными усиками. По три на каждом. Попробую собрать семена. А в целом сад сейчас выглядит так. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok